Привет, друг, с тобой Канобо, и в этом видео посмотрим на довольно необычный девайс, который призван вывести взаимодействие с играми на новый уровень. Поехали! Думаю, не стоит долго тянуть с представлением, и сегодняшний подопытный это Tobi EyeTracker 4C. Устройство, которое способно отслеживать движение ваших глаз, тем самым помогая вам управлять игровым процессом. Возможно, вы уже слышали про этот девайс, либо смотрели наше предыдущее видео, но с тех пор уже много времени прошло, и довольно серьезно расширилась не только библиотека игр, но и добавились новые возможности, о которых я расскажу чуть позже. А пока давайте взглянем на сам девайс. Он все так же поставляется в такой вот длинной коробке, которая, прямо скажем, заметно больше самого трекера, но, думаю, стоит отдать должное тем людям, которые придумывали весь этот сэндвич. Ведь не в последнюю очередь приятные эмоции в момент распаковки возникает именно потому, что ребята заморочились с подачей. Внутри сам трекер, инструкция, магнитные крепления и USB удлинитель. На случай, если длины впаянного в устройство кабеля вам не хватит. Крепится вся эта конструкция очень просто. Приклеиваете на ваш монитор вот такой магнитик, и потом на него вешаете уже сам трекер. Все это довольно просто встает на место, и при необходимости девайс можно будет снять. Надо только сказать одно, что сами магниты приклеиваются очень крепко, и отодрать их без последствий будет довольно сложно. Так что сначала прочитайте инструкцию и хорошо примерьтесь, прежде чем окончательно лепить магнит. В остальном же смотрится все это неплохо, как на большом мониторе, так и на ноутбуке. Кстати, о мониторах и ноутбуках. Уже сейчас, в таких ноутах, как Alienware 17R4, Acer V Nitro и MSI GT72, Tobi EyeTracker встроен по умолчанию. Плюс, в мониторе серии Predator от Acer сейчас также устанавливается это устройство. Ну что ж, мы поставили девайс на нужное место, и теперь, прежде чем играть, необходимо его настроить и откалибровать. Для этого качаем и устанавливаем необходимый софт с сайта производителя, и вуаля, процесс настройки начинается. Вообще, это довольно забавное мероприятие и больше походит на тренировку для глаз. Примерно в этот момент начинаешь понимать, как вообще работает вся эта система. Первые ощущения, конечно, необычные, ведь все мы привыкли к тому, что в основном смотрим в одну точку. А тут мало того, что придется елозить взглядом по всему пространству монитора, так еще от этого будет что-то зависеть. Ладно, с настройкой покончено, и можно приступать непосредственно к самим играм. И вот на этом моменте давайте остановимся поподробнее. Сейчас в Тобе Айтрекер поддерживает более сотни игр. В основном это инди-проекты, но есть и игры от крупных разработчиков, например, Ubisoft. Три части Ассасинов, включая Origins, Ghost Recon Violence, Watch Dogs 2, The Division, For Honor. От Square Enix есть Hitman, Deus Exx Mankind Divided, Rise of the Tomb Raider. И даже шутерная классика от Devolver в лице Серьез Сэма присутствует. Ну и самое время показать, как все это работает. И как я сказал чуть раньше, Айтрекер это устройство, которое помогает вам взаимодействовать с игрой. Но это не контроллер в чистом виде. Это не геймпад и не клавомышь. Все основные действия, как ходьба, удары по врагам и остальные взаимодействия между персонажами, для которых нужно нажать определенную кнопку, делаются через ваши стандартные устройства ввода. Но некоторые фишки, про которые мы поговорим на примере игр, активируются автоматически при вашем взгляде на те или иные предметы. В общем, функции, которые берет на себя Айтрекер, заметно расширяют ваши возможности. А в некоторых играх, как например в хоррорах, авто или авиасимуляторах, значительно дополняют и улучшают пользовательский опыт. Но давайте начнем с чего-нибудь действительно свежего и горяченького. Assassin's Creed Origins самая свежая на данный момент игра с поддержкой Айтрекера. На ее примере как раз можно увидеть полный набор тех фич, которые сейчас доступны в играх. Как вы уже могли, наверное, заметить, на экране прыгает такой своеобразный белый кружок. Не переживайте, при обычной игре его, конечно же, не будет. Он включен здесь для большей наглядности, чтобы было видно, куда я смотрю и что происходит во время моих движений. Ну что ж, и основная очевидная фишка во всех играх, конечно, осмотр по сторонам. Осматриваться можно как глазами, так и головой, если нужно заглянуть подальше. Да, движения вашей головы тоже учитываются, но только ясное дело в пределах рабочей зоны Трекера. Сильно размахивать макушкой нет никакого смысла, достаточно просто слегка повернуться. Следующая полезная фишка – это отмечание врагов при взгляде на них. Это можно делать как за Сокола, так и за Миджая. Плюс здесь определенно в том, что взглядом окинуть своих противников можно намного быстрее, чем отмечать каждого вручную. Уверен, что после Трекера вам не захочется больше тыкать в каждого противника, чтобы поставить на нем метку. Также в боевке может сильно помочь триггер на прицел. Дело в том, что вы прицеливаетесь ровно в ту точку, в которую смотрите в данный момент. Для резких маневров, я думаю, это самое то. Сперва, конечно, непривычно, особенно в больших замесах, но потом втягиваешься и быстро привыкаешь. Также не придется специально наводиться курсором на предметы, с которыми вы можете взаимодействовать. Достаточно будет просто находиться рядом и посмотреть на этот предмет, чтобы появилась возможность взаимодействия. Ясное дело, без вашей команды главный герой не шелохнется, и кнопку действия придется все-таки нажимать уже вам, на клаве или на геймпаде. Остальные же функции Трекера предназначены в большей мере для погружения в игровой процесс и окружающий мир. Например, при взгляде на солнце, луну или какой-нибудь особо яркий предмет, начинает меняться общая экспозиция кадра. Эдакий эффект человеческого глаза. Смотрите на солнце, все остальное темнеет. Смотрите на стену в тени, будьте готовы к созерцанию яркого светила. Также взглядом на некоторых персонажей можно привлечь их внимание, даже напроситься на пятюню в особых каких-то моментах, но это происходит не всегда. Ну и еще одна фишка на сладенькое для тех, кого постоянно отвлекают от игры родители, жены, дети и прочие обстоятельства. Как только вы уйдете из-за стола, игра автоматически встает на паузу. Тоби Айтрекер хорошо подходит для игр с более-менее размеренной скоростью, как в Ассасине, либо там, где от вас требуется внимательность и аккуратность, как, например, в Хитмане. Еще одна крупная игра с полным набором функций Трекера. На самом деле здесь вы можете наблюдать все то же самое, что и в Ассасине. Осматриваться можно взглядом и поворотами головы, также можно отмечать и замечать своих противников. Прицеливание происходит по взгляду, бросок вещи также происходит по взгляду, только здесь уже более расширен функционал, так как вы можете вводить уже готовый прицел взглядом. Еще присутствует автокоррекция экспозиции и также игра ставится на паузу, если вы ушли из поля видимости Трекера. Все это уже мы наблюдали в Ассасине, но есть в Хитмане еще одна фича, которая придется по вкусу тем, кто любит играть в игры с чистым интерфейсом. Как вы можете заметить, основной интерфейс игры затенен и почти не виден, он проявляется только тогда, когда вы на него смотрите. Эти две игры в полной мере раскрывают все функции гаджета, но скорее всего вы будете пользоваться не всеми из них. Изначально я больше хотел поиграть в какие-то камерные атмосферные игры, вроде Сомы. Там не надо особо активничать, можно глубоко погрузиться в действие и рассматривать все вокруг. Несмотря на то, что в Соми задействована только часть функции Айтрекера, в такой геймплей эта часть вписалась как нельзя лучше. Здесь все также присутствует возможность осмотреться взглядом, но уже в более ограниченном пространстве, скажем так. И ваш фонарик светит туда, куда вы сейчас смотрите. Может показаться, что это довольно скудный набор для игры, но как ни странно, тут большего и не нужно. Айтрекер дает о себе знать только в определенных ситуациях и не надоедает. Ну и конечно же нельзя не вспомнить про различные симуляторы, где осмотр по сторонам всегда превращается в какую-то звистопляску. С Айтрекером такая ситуация улучшается кардинально. На примере Формулы 1 это очень ярко видно. Хоть в подобных играх функционал, казалось бы, ничтожен, всего лишь обзор по сторонам, но в данном случае это единственное, что нужно для комфортной игры. Это очень удобно. Вспоминая свои прошлые заезды в других гонках, я не помню, чтобы я когда-либо в угаре битвы пытался прожать кнопку, чтобы посмотреть по зерклам. Это всегда было очень медленно и чревато последствиями. Здесь же все происходит практически мгновенно. И несмотря на то, что я давно не играл в симуляторы, тем более на клаве, и могу сейчас только красиво съезжать за пределы трассы, хорошо видно, как я быстро могу осмотреться по зерклам или приметить своего противника вдалеке. В общем, в таких играх руль плюс iTracker равно невероятный комфорт и большое преимущество в скорости реакции. На этом возможности трекера не заканчиваются, и помимо применения в играх, эту штуку можно использовать и в повседневной работе на компьютере. Например, когда вы открываете выбор запущенных программ стандартным Alt-Tab, вы сможете наводиться на нужное вам окно быстрым взглядом. Плюс к этому iTracker умеет работать с технологией Windows Hello. Напомню, что это такая система биометрической идентификации от Microsoft. Windows Hello может использовать различные устройства для разблокировки вашего ПК или ноутбука. В данном случае вы сможете разблокировать свой компьютер с помощью распознавания вашего лица. Помимо всего, iTracker уже успешно используется в киберспортивных турнирах для анализа игры, например, в CSGO и League. Конечно, это очень специфическая область применения, но этот девайс даст вам много полезной информации об игроках. Ну, а если ты сам киберспортсмен, возможно и о тебе самом. Ну и, конечно, еще одна тема маячит прямо перед глазами – iTracker и VR. И тут наш подопытный находится в интересном положении. С одной стороны, iTracker – это далеко не VR. С другой, технология отслеживания взгляда очень бы пригодилась для шлемов виртуальной реальности. И, похоже, так же подумали и в компании Tobi. Сейчас с полным ходом идет тестирование трекинга глаз в шлемах VR будущего поколения. Tracker будет отрабатывать выбор объектов вашим взглядом. Помимо такой очевидной функции, есть еще одна более значимая – Favirated Rendering. Увеличение производительности за счет рендеринга в меньшем разрешении, в периферийном зрении и в высоком разрешении там, где сфокусирован взгляд. Сейчас картинка в VR рендерится полностью, вместо того, чтобы отдать предпочтение той области, куда смотрит сам игрок. Для того, чтобы определить направление взгляда, как раз и нужен iTracker. Благодаря такому содружеству нагрузка на ПК должна снизиться, и в теории это также должно привести к снижению порога необходимой мощности. Ну а если совсем размечтаться, возможно, нас даже ждут более красочные и графонистые игры для VR. Принимая во внимание все, что было сказано, что же в итоге? Нужный в быту девайс или нет? Чтобы ответить себе на этот вопрос, нужно прежде всего понять, что Tobi iTracker – это всего лишь помощник. Вы не станете папкой в КС-очке и не накопите за день 6К ММР в дотке. Это не девайс для нагиба, это девайс для тех, кто хочет разнообразить и расширить свой игровой опыт. В остальном же iTracker просто обязателен в атмосферных хоррорах, либо симуляторах. Если ценник в размере 11 тысяч деревянных для вас кажется непомерно высоким, не забывайте, во-первых, что аналогов в таком форм-факторе с таким функционалом и обширной библиотекой поддерживаемых игр просто нет на рынке. А во-вторых, есть приятный бонус. В комплекте к трекеру идет в подарок игра на пеку. У меня в коробочке была Agents of Mayhem, но в новых партиях можно отходить и Assassin's Creed Origins. А на этом все, спасибо, что смотрели, лепите лайк, если девайс понравился, подписывайтесь на канал, заходите на konobu.ru и до встречи на том же самом сайте. Пока!